В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Куда пойти учиться? Работа приемных комиссий, институтов и колледжей подходит к концу. Улица Саров, танцевальная студия нашего города запустила новый проект. Далее расскажем обо всем подробно. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Это значит, что в учреждениях высшего и среднего профессионального образования уже вовсю идут приемные кампании. Кто-то уже подготовил все необходимые документы и ждет результатов зачисления. Кто-то еще только решает, какую профессию выбрать. О том, какие новые специальности появились в образовательных учреждениях нашего города. О направлениях подготовки и количестве бюджетных мест расскажем в следующем репортаже. В приемную комиссию Саровского политехникума подано более 300 заявлений. Здесь учат по нескольким направлениям технология машиностроения, технология продукции общественного питания, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Открылась в этом году новая профессия. Это мастер слесарных работ, которая входит в список 50 наиболее востребованных и перспективных профессий. В политехникум стремятся попасть не только саровчане, но и иногородние абитуриенты. На сегодня группы практически полностью сформированы, хотя свободные места еще есть. Заявление осуществляется до 15 августа. 14 число – это последний день. Те абитуриенты, которые не поступили в высшее учебное заведение, могут прийти к нам и подать заявление по заочной форме обучения, если есть свободные места на бюджетной основе, до 25 ноября. На две специальности медицинского колледжа – сестринское и лечебное дело – уже подали заявление о зачислении 46 абитуриентов. О том, кто попадет на бюджетные места, станет известно уже 14 августа. Те же, кто готов учиться на платной основе, смогут подать заявление до 25 ноября. Форма обучения – дневная, очная. Заочного образования в медицине не бывает. К началу нового учебного года мы начали готовиться еще в конце прошлого учебного года. Мы отремонтировали множество аудиторий, постарались сделать их удобными, красивыми, комфортными для наших новых студентов и для тех студентов, которые у нас сейчас обучаются. В этот четверг, 9 августа, Саровский медицинский колледж приглашает всех, кто еще не определился с выбором профессии на день открытых дверей с 12 до 13.00. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте медколледжа. Август – пора, когда жители города все чаще отправляются в лес за грибами. Бывают случаи, когда такой поход оборачивается трагедией. Человек настолько далеко заходит в чащу, что уже не может выбраться оттуда. Как бы хорошо вы не знали местности, ближайший лес, все же нельзя исключать опасности заблудиться. Поэтому, если вы отправляетесь за грибами и ягодами, возьмите с собой минимальный набор, который совершенно не отяготит, но поможет сохранить здоровье или даже спасти жизнь. Специалисты МЧС и волонтеры рекомендуют всегда брать с собой минимальный набор, который в экстренных случаях поможет продержаться в лесу несколько дней. Медикаменты, вода и еда обязательно, даже если вы не планируете быть в лесу дольше двух часов. Заряженный телефон, спички, даже если вы не курите, спички или зажигалка, положить в карман тоже, веса никакого нет. Удобная и практичная одежда – еще один важный аспект, о котором стоит подумать, отправляясь в лес. Зачастую грибники отдают предпочтение камуфлированной расцветке. Этот выбор становится грубейшей ошибкой, так как в таком обмундировании человек сливается с местностью. И если он заблудится в лесу, такая одежда только затруднит его поиск. Если нет яркой одежды, можно поверх одежды одеть вот такую накидку. Сейчас она в любой машине есть. Ее несложно накинуть, она не мешает, весит немного и в ней не жарко. Компас, складной нож, репелленты – все эти вещи не занимают много места в рюкзаке, но помогут выжить в дикой природе и дождаться помощи спасателей. Специалисты поисковых отрядов рекомендуют не тратить силы, бесконечно блуждая по лесу, а найти какой-либо ориентир и при возможности описать его волонтерам или родственникам по телефону. Если человек заблудился и натыкается на речку или дорогу, ни в коем случае нельзя ее пересекать. Нужно или оставаться на месте, или идти вдоль этой дороги. То есть дорога в любом случае куда-то приведет. Спасатели и волонтеры всегда работают со специально обученными собаками, которые улавливают запах человека. Обнаружив заблудившегося, четвероногий помощник громким лаем обозначает местонахождение человека. Это значит, что через несколько минут к нему подойдут специалисты и окажут необходимую помощь. Хоккейный клуб «Саров» в рамках предсезонной подготовки примет участие в Кубке «Дизеля-2018». Традиционное соревнование пройдет в Пензе с 8 по 12 августа. Помимо хозяев турнира и нашей дружины за главный трофей будут бороться Казанский барс, Южный Урал, Изорска и одноименная команда ВХЛ из Рязани. Команда Игоря Веркина начнет матчем против фарм-клуба «Акбарса» в среду 8 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Должникам приготовиться. В Сарове стартовала операция «Дебитур». Стражи правопорядка начали активно работать с теми, кто был привлечен к административной ответственности и вовремя не заплатил штраф. В полиции напоминают, что по закону у граждан есть 60 дней на то, чтобы погасить задолженность. В противном случае с неплательщиком могут взыскать новый штраф в двукратном размере или даже арестовать на срок до 15 суток. Стало известно, каким спектаклем Саровский драматический театр откроет юбилейный 70-й сезон. Ровно через месяц, 7 сентября, Саровчинам представят постановку «Сумасшедшая квартирка» по пьесе выдающегося мастера комедии и водовилей француза Клода Манье. Режиссером первого спектакля, как сообщалось ранее, станет уже знакомый гражданам москвич Сергей Кутасов. Напомним, билеты на новый театральный сезон начнут продавать с 15 августа. С недавних пор в кассе можно расплатиться и по карте. В Сарове стартовала благотворительная акция «С миру по листочку». Неравнодушные горожане могут помочь собрать в школу ребят, семьи которых оказались в непростой ситуации. К началу нового учебного года детям купят ранцы, констовары и другие необходимые принадлежности. Уже сейчас в торговых центрах Куба и Плаза можно передать пожертвования. Сбор продлится до 10 августа. Влюбить в свой город всю страну. Такую цель преследуют участники конкурса «Лучший гид России». Его организаторы – Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк» надеются привлечь к участию как можно больше людей. Как профессиональных экскурсоводов, так и энтузиастов, которые просто любят место, в котором живут. В номинации «Гид любителей» решил принять участие и саровчанин Иван Ситников. Иван Ситников давно и бесповоротно влюблен в свой родной город. И всю жизнь стремится узнать как можно больше нового и интересного о Сарове и его истории. Своими находками он делится с нашими зрителями в серии авторских программ «Исторические очерки». Когда Иван Иванович узнал о конкурсе «Лучший гид России», сразу решил принять в нём участие. При этом подчеркнул – делает это не из тщеславия и не в гонке за призами и признанием. Цель его очень проста – рассказать о Сарове так, чтобы жители страны полюбили город так же, как любит его он сам. Город у нас закрытый, не все сюда могут приехать, поэтому очень хотелось бы, чтобы наш Саров они любили и издали, пользуясь вот этой видеокартинкой, чтобы они совершили такую виртуальную экскурсию по нашим красивым местам. На конкурс экскурсоводы должны представить двухминутный ролик о достопримечательностях родного города. Иван Ситников решил рассказать немного об истории Сарова, пригласив зрителя в путешествие по самым живописным его местам. Храмы и монастырь, историческая застройка и новые районы. Не имея возможности физически побывать здесь, россияне смогут увидеть Саров во всей его красе. Хотелось бы в течение двух минут сжато отразить всю его историю, начиная с Сараклыча и заканчивая ядерным центром. Вот я надеюсь, что у нас необычная славная история не забудется, но я вдвойне надеюсь, что у нас будет не менее славное будущее. Работы на конкурс принимаются до 20 августа, после чего профессиональные жюри, а также телезрители и радиослушатели выберут победителей в пяти номинациях. Посмотреть все ролики и экскурсии можно в официальной группе Российского географического общества ВКонтакте. Хип-хоп-культура – это свобода в танце, в музыке и во многом другом. Это возможность отойти от привычных шаблонов и делать так, как действительно хочется. Именно так считают воспитанники Storm Dance Studio. И чтобы доказать, что хореография может быть другой, без недельных тренировок, зеркал и танцевальных залов, участники танцевальной школы запустили уличный проект. Подробности далее. Вероника Егошина – одна из самых юных участниц танцевальной школы. Ей всего 9 лет. Но она уже четко для себя решила, что хочет заниматься именно уличными танцевальными направлениями. Мы танцуем джаз-фанк, на которое хожу больше, и хожу на хоп. Джаз-фанк – он танец женственный. Ну, он может быть, конечно же, и жестким, но чаще всего он более женственный. Любовь к уличным танцам объединила Веронику и других девочек в единую команду. И чтобы доказать, что танец – это в первую очередь эмоции и мысли, а не хореографический зал и недели тренировок, девочки вышли танцевать на улице города и сняли это на видео. Это уличный проект, я так его и назвал, «Улица Саров». Потому что хип-хоп-культура – это улицы. И очень хочется, чтобы ребята, не важно, даже не наши ученики, но выходили на улицы и просто танцевали, потому что это и есть как раз культура. Воспитанницы студии сняли уже два танцевальных кавера. Первый был сделан в старой части города. К записи второго видео подошли с особой ответственностью и выбрали территорию Саровской ривьеры. Здесь очень нестандартная обстановка для города – это дома. Хорошее место, здесь красиво. Красивые дома и зеленая травка. Шторм-дэн-студия существует в нашем городе уже не первый год и несколько отличается от привычных горожанам танцевальных школ. Прошлым летом руководитель студии Денис Настагунин учился в Лос-Анджелесе и полученный там опыт теперь реализует в нашем городе. Там преподают хореографы звезд шоу-бизнеса, потому что Голливуд. И мне очень понравилась та манера ведения занятий, потому что она очень открытая, она очень дружелюбная. И я эту манеру ведения занятий принес сюда. И эта манера ведения занятий прижилась. Как признаются воспитанницы, Шторм-дэн-студия стала для них настоящей танцевальной семьей, а не просто местом, где разучивают новую хореографию. Поп, соул, джаз, R&B, рок-лаунж – известные и многими любимые композиции в живом исполнении воскресным вечером 19 августа прозвучат в прайме. Саровская исполнительница Екатерина Голубовская готовит для горожан приятный сюрприз – двухчасовую программу, рассчитанную на ценителей качественной музыки. Пока это первый подобный концерт в клубе, но вполне вероятно, такие мероприятия станут доброй традицией. До выступления полторы недели Екатерина тщательно прорабатывает свой репертуар – поп, соул, джаз, R&B, рок-лаунж. Композиции исполнительница подбирает так, чтобы угодить всем гостям музыкального вечера. На любой вкус и цвет. Преимущественно спокойная, поскольку мы хотим создать обстановку для людей, чтобы они могли спокойно пообщаться, покушать. Но также, если они захотят потанцевать, обязательно что-нибудь найдется. Программа, которую планирует Екатерина, живая. Это значит, что вокалистка, чувствуя публику и реагируя на ее желание, будет варьировать репертуар выступления. Гостей клуба ресторана «Прайм» ждет по-настоящему атмосферный и теплый вечер. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка. Что еще нужно для идеального воскресного вечера? Нам нравится обстановка. Здесь, мне кажется, отличная атмосфера, подходящая для и живой музыки, и чтобы люди отдохнуть могли. Совместный музыкальный проект ресторана «Прайм» и вокалистки Екатерины Голубовской. Акция «Неразовая» – такие вечера живого звука обещают стать доброй традицией. И, как уверяет сама Екатерина, программа выступлений будет все время меняться. Пока только, можно сказать, сольная программа. А в дальнейшем, надеюсь, если это переживется все дело, мы будем приглашать еще различных творческих людей. Воскресенье, 19 августа, 18.00. Живой звук в клубе-ресторане «Прайм». Заказ билетов – 31.345. Бронирование столов – 6.75.05. Юные саровчане не перестают удивлять своими талантами. Воспитанники музыкальных школ, хореографических студий и школ искусств регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня и зачастую занимают в них призовые места. И даже летом ребят продолжают покорять арт-вершины. В июле при информационной поддержке Министерства культуры РФ состоялся международный конкурс на Ивана на Купала. Среди лауреатов оказался и воспитанник детской школы искусств. Валентина Горбунова воспитала не одного музыканта, и многие из её учеников становились победителями и лауреатами всевозможных фестивалей и конкурсов. Но международный интернет-проект на Ивана на Купала стал для неё особенным. Поэтому, готовясь к нему, они с Олегом Корчагиным старались учесть все требования фестиваля. Конкурс проходил в Москве. Уже само о себе говорит, что в жюри были преподаватели консерватории и института музыки. Поэтому, конечно, и хотелось бы во что-то серьёзное подать, чтобы он выступал в каком-то серьёзном мероприятии. И труды не пропали даром. На конкурсе Олег занял второе место. На этом интернет-конкурсе я играл два произведения. Это «Баха при Людии и Фуга» и «13 этюд Карла Черни». Когда я узнал, я радовался, что у меня получилось занять второе место. Следующая ступень для Олега Корчагина – международный конкурс имени Ковалевского в Москве. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»